Песня Добрый день, уважаемые радиослушатели! Всем здравия! Сегодня на ботике у гостеприимного мичмана Северного флота Василия Васильевича в гостях матрос дважды краснознаменного Балтийского флота Светозар Игорь Яцков. И в программе «Давайте поговорим» мы сегодня затронем несколько тем, потому что все они связаны с определенным сжатым периодом времени. А именно, в 20-е числа марта – это время долгожданных и знаковых событий. Давайте вместе с вами и поговорим про эти три важные даты. Первая – это день весеннего равноденствия. Вторая дата – это Красногор, Масленица или, как еще и говорят, Камаедица. И третья важная дата – это период богини Лели. И сам праздник, обряд, в ее честь, но он, правда, будет 25 апреля. Но сам период богини Лели начинается именно в эти дни. Многие праздники длятся не один день, а неделю или, как говорили в древности, седмицу. Так как неделя, ну, наверное, вы все знаете, неделя у наших предков длилась не семь, а девять дней. А месяц был не тридцать, не тридцать один, а сорок дней. И, соответственно, в году или в одном лете, как говорили, было девять месяцев. Итак, 20 марта – день весеннего равноденствия. Ежегодно повторяющаяся астрономическая и географическая дата, с которой связан ряд интересных природных явлений и процессов. Переход Солнца из южного полушария в северное знаменует не только новое звездное лето, но и приход долгожданной весны. С точки зрения звездного течения, 21 марта наступает весна и продолжается до 22 июня, дня летнего солнцестояния. Этот день люди издавна наделяли особыми магическими свойствами. В этот день пути Земли и Солнца пересекаются, создавая своеобразную лестницу в небо. И вот особенно я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что только в день равноденствия лучи Солнца падают на Землю под прямым углом к оси ее вращения. В эти моменты относительно Земли сила человека меняется. Ну, допустим, как у воды в сосуде, в которой положили силовые провода и подали напряжение. Так и тело человека наполняется силой и жаром. Важно при этом, чтобы вода и сосуд были чистыми. Поэтому накануне праздника рекомендовали соблюдать пост. Ну, коль уж мы заговорили о таком понятии, как пост, знаете, это ведь настоящая аббревиатура. Под словом пост следует понять, каждая буква имеет свой смысл. Я вот сейчас скажу вам, пост, первое, п, это полное очищение своих телес. И таким образом появляется слово пост, полное очищение своих телес. Для того, чтобы в дальнейшем наполнить новой чистой созидательной энергией. И теперь давайте вернемся к предыдущей программе, которая называлась «Эпоха Волка». Мы с вами говорили о конах, о том, что меняешься ты, меняется все вокруг тебя. То есть, надо самому совершенствоваться. Знаете, как лягушка в сказке. Сбросить старую кожу, меняться к лучшему. И лишь тогда, зная биоритмы Земли и космических процессов, можно в нужный день, в нужный период менять положение вещей в своей жизни, которые вас не устраивают. Иначе, поверьте, иначе не получится. Будет как в сказке Морозко. Вот я сейчас об этом подумал. Помните, там было два таких ярких персонажа. Одна девушка за свою заботу, трудолюбие, почитание старших получила великолепные подарки. Ну, а другая за грубость, лень и жадность не получила, в конце концов, ничего. Так вот, весеннее равноденствие, или Велик День, как его еще называли, считается величайшим днем в году. Ибо тогда, по верованиям наших предков, воскресает Бог Солнца и Жизни. Считалось, что в этот день Род Всевышний открывает врата Ирия и через них приносит в человеческие души очистительный огонь. В это время день по продолжительности равен ночи. На короткое время вся природа замирает и находится в определенном балансе света и тьмы, в балансе добра и зла. С точки зрения природной, стихийной магии, это важный, торжественный и волшебный момент. В этот момент происходит включение новых энергий. Настроившись на эту чистоту, человек может выйти на иной уровень развития и процветания. У наших предков существовала примета, которая гласила так. В день весеннего равноденствия не думай о плохом, все сбудется. Соответственно, думать надо в этот день только о хорошем, ставить себе свои великие планы, мечты и думать с радостью, вообще пребывать в очень приподнятом настроении весь этот день. Солнце из-за угла своего падения пронизывает каждого человека таким образом, что тело человека наполняется небывалой энергией. Считается, что только очень сильные маги могут концентрировать энергию в себе. Таким образом, все, о чем бы они ни подумали, все обязательно сбывается. Но день весеннего равноденствия делает каждого человека мощным магом хотя бы на один этот день. Но для того, чтобы стать таким магом, тоже нужно очень внимательно относиться к своим мыслям, к своим чувствам, к своим поступкам. Чтобы они генерировали всегда положительные эмоции, положительные действия. И только тогда могут происходить, вернее, и только тогда и происходят магические действия, которые вы планируете. Только с чистыми помыслами вы сами должны, мы все сами должны быть готовы к этому процессу. Ведь согласитесь, что как вот прекрасную чистую одежду надо одевать на чистое тело. Так и здесь, когда чистая энергетика внутри человека доминирует, тогда легко и просто воплощать в жизнь все задуманное. Тогда тебя легко и просто слышат Вышние Боги, Боги-хранители и все, кто помогает нам на нашем жизненном пути. Поэтому вот 20 марта необходимо быть крайне внимательным со своими чувствами и эмоциями. Каждая мысль, которая рождается в голове человека в этот день, имеет такую силу, что способна воплотиться в жизнь. И довольно очень в быстрый срок. Естественно, я понимаю Вас, уважаемые радиослушатели, что возникнет вопрос. Ведь 20 марта и день весеннего равноденствия уже прошел. И мы вроде бы с опозданием говорим об этом событии, об этом явлении и как правильно поступать в этот день. Ну, так получилось, что программа вышла позже. Но хочу Вас заверить, что вот такое состояние души, такое состояние мыслей, оно желательно вообще иметь каждый день. И тогда все будет гораздо проще и лучше происходить в Вашей жизни. Конечно, 20 марта это особенный день, но если это войдет в привычку, это войдет в норму жизни каждого из нас, поверьте, что все события вокруг нас и наши планы будут воплощаться гораздо быстрее, без особых усилий и проблем. И это в конечном итоге поможет нам всем развиваться. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу, ко второй теме, который называется, событие, которое происходит именно в эти дни. Это Красногор-Масленица или, как еще говорили, Комоедица. Это период длится седмица, говорили Масленица седмица, не неделя, а именно седмица, 7 дней, потому что, как я говорил, неделя длилась у наших предков 9 дней. И эта седмица началась 19 числа и закончится 25, когда уже празднуют Большую Красную Масленицу 25 числа, вот марта, воскресенье. Мы с вами знаем, какие у нас бывают лютые, протяженные, красивые, замечательные зимы на просторах нашей державы. И понятно, что зима – период такой, когда, возможно, физическая работа в поле или в других местах, особенно, что касается земледелием, не такая активная. В основном люди, может быть, отдыхают, занимаются другими делами. Но зима затяжная, от нее тоже устают от холода, и всех ждут тепла, прихода солнца, схода снега, появление первой буйной зелени. Все ждут этого обновления. И вот приходит это замечательное время, когда наступает, подходит период празднования Масленицы, прихода весны. Как я говорю, с 19 по 25 марта. Тут, в эту седницу, каждый день имеет свое назначение. Ну, перед тем, как говорить об этом, я хотел бы еще сказать, что, пожалуй, из всех праздников, это мое, конечно, может быть, субъективное мнение, но и из всех праздников, которые мы празднуем в течение одного года, всех славянских праздников, мне кажется, что Масленица – это самый красочный, самый яркий. Потому что вот в этот момент каждый день проходит гуляние, игры, песни, танцы, различные соревнования. И это длится целых 7 дней. Это громадный-громадный праздник, когда люди отдыхают и в то же время набираются силы перед новыми полевыми работами, перед новым целым сельскохозяйственным циклом. Так вот, в понедельник это называется день встречи. Встреча чистой Масленицы, широкой боярыни. Дети в этот день выходят на улицу и строят снежные горы. Конечно, пекли блины прямо с первого дня. Вторник. Это вторник назывался день «Заигрыш». Это когда девицы и молодцы ходили друг к другу в гости, катались с гор на санях, веселились, на упряжках лошадиных катались. Таким образом, возможно, проходило какое-то еще взаимное такое знакомство и заигрывание друг с другом. Среда – это лакомка. Тот день, когда мы говорим к тёще на блины. Так вот, как раз в эту среду в лакомку тёщи все приглашали зятёв к себе в гости. Угощали своими блинами. Четверг. Разгул. Вот само слово. Разгул. Это всеобщее гуляние. Катание на санях. Кулах. Здесь же всегда присутствуют такое, как кулачные бои. Вы обратите внимание, у нас даже до сегодняшнего дня, если что-то происходит, вот какая-то непонятная стычка между какими-то людьми, то всё, как правило, заканчивается. Потом все обнялись, пожали друг другу руки и разошлись. Но вот когда проходили кулачные бои, то, естественно, никто никого не хотел обижать, а все просто мерялись силой. Так вот, как раз в этот разгул происходили и кулачные бои, и возводили, и захватывали снежные города, крепости. В общем, происходили громадные-громадные игры и соревнования, если можно так высказаться, на сегодняшний день. А вот пятница – это тёщины вечёрки. Это в тот день, когда уже зятья приглашают к себе в гости, в свой дом, приглашают тёщу и угощают уже от себя её своим блинами, своим угощением. Суббота. Золовкины посиделки. Ну, может быть, среди слушателей не все знают, что такое заловка, а я тогда просто скажу. Те, кто знают, простите меня за это уточнение. Золовка – это родная сестра мужа. Вот если у девушки есть муж, а у него есть родная сестра. Так вот, может, она не одна сестра. Так вот, это заловкины посиделки в субботу, когда молодые невесты приглашают в гости заловок. И вот приходит воскресенье. Последний день Масленицы. Или прощённое воскресенье. Эта традиция идёт с давних-с давних древних наших времён. Последний день Масленицы – прощённое воскресенье. В этот момент также происходит сожжение куклы Марены. Я хочу сказать, что это не богиня Марену сжигает, а её куклу. То есть, символ уходящей зимы. А также в этом костре сгорают все ненужные отжившие вещи. Пепел от этого костра принято развеивать над полем. Собирали пепел после этого сожжения Марены. Куклы собирали осывший пепел и посыпали им поля. Также приносили к себе домой, посыпали свои огороды для того, чтобы урожай был более благодатным в этот год. Итак, вот последний день Масленицы – прощённое воскресенье. Возле поляны, где проводят праздник или на перекрёстке дорог рассыпают зерно. Правой рукой берут горсть зерна в кулак. Надо после этого приложить его к сердцу и от сердца посылать на землю, стоя на север, затем на восток. Это делается для того, чтобы навьи, принявшие образ сорок, поели зерно и не мешали празднику, улетели и своим гоготанием не мешали проводить обряд. «Сооружаются два костра – малый жертвенник и большой праздничный. В большом костре сжигают куклу Марены. Вокруг него водится хоровод и через него же затем прыгают». Вот хочу ещё отметить, что именно с этого праздника, воскресного праздника Масленицы, прощённого воскресенья, начинают люди прыгать через костёр. Потому что в зимние праздники это не делается. Прыгают через костёр, начиная с Масленицы и так далее, до осеннего равноденствия. Все участвующие в празднике прыгают через костёр и ходят по углям. Это делают девять раз. Через костёр прыгают девять раз и по углям проходят девять раз, славя при этом богов и предков. Ну и, конечно же, во время праздника начинают угощать друг друга блинами. Первый блин – комом. Его относят в чащу, жертвуя косолапому хозяину леса. Среди различных обрядов есть такой обряд в этот момент на празднике, на Масленице, когда величает молодых. Величает молодых, вступивших в семейный союз в течение прошедшего года. А незамужним и неженатым повязывают на руку повязку или верёвку. Чтобы снять её, необходимо откупиться, принеся с собой на общий стол угощение. Также все вместе рекут, одновременно произносят такие слова. «Уходи, зима холодная, приходи, лето жаркое, со страдной порой, с цветами, с травой». И, конечно же, в этот день все водят хороводы, заводят, закручивают хоровод, надевают при этом различные маски, выворачивают шубы наизнанок, дабы их не узнали злые духи. Провожает сгорающую зиму песни. «Ты прощай, прощай, наша масленица, ты прощай, прощай, да кургузая, ты не в середу ушла и не в пятницу, ты ушла в неделю, кончилось веселье, с облинами пирогами да оладьями, с сурьёй да с курным пирогом». Ну вот, а когда уже прыгают через костёр, прыгают и обращаются в этот момент к Семарглу-огнебогу, чтобы он жарче палил и растопил снега. А вот после прыжков через костёр обязательно умывается снегом, либо талой водой. Считается, что талая вода в этот день придаёт лицу красоту и молодость. И, конечно же, в этот день прославляет Ярилу, скатывают горящие колёса с горы в честь разгорающегося солнца. И при этом все громко рекут «С горы катись, с весной воротись!». И среди различных игр, увеселительных, соревновательных, которые проходили в этот момент, в этот день, была ещё одна, которая называлась «Пробуди». Символ этого заключается в следующем, что один из юношей одевает на себя медвежную шкуру или вывернутый тулуп, прячется, его засыпает ветками, присыпает снегом, если он есть ещё в этот момент, конечно. И девушки идут будить медведя. Самая смелая девушка, значит, начинает, его палкой поддевает ещё как-то, потом сбирается ему на спину и начинает чуть ли не прыгать на спине до тех пор, пока медведь пробуждается, вскакивает и пытается догнать эту девушку. И таким образом символизирует, чтобы медведи просыпались, просыпалась вообще, в принципе, вся природа. И ещё одна игра, которая называлась «Городок». Это когда девушки становятся за высокие, огороженные места, за стены, которые выстраиваются перед этим из снега, и они вооружены такими длинными палками, а парни пытаются приступом взять эту крепость. Они, девушки, всячески пытаются отбиваться от них, но тот парень, который первый врывается в эту крепость, ему предложит право поцеловать каждую девушку, кто находится за этим забором, за этой стеной. И, конечно же, этих игр, этих соревнований, гуляний было множество в этот день. И на просторах нашей державы, в каждом месте, в каждом своей области, на этой огромной территории, конечно, есть свои особенности. И это прекрасно, что это очень яркая, красочная палитра этого праздника. Сейчас я просто не могу в одной программе все это рассказать, хотя бы потому, что я их всех не знаю. Да и вряд ли кто-то знает все эти обычаи и игры, которые проводят в эту маслечную неделю, особенно в Прощенное Воскресенье, по причине того, что их великое множество. И мы их всех не знаем пока, но понимаем все мы с вами, что в каждом регионе есть свои особенности проведения этого праздника. И по возможности, изучая все эти традиции, в будущем мы, может быть, вернемся к этой теме и будем озвучивать все новые и новые примеры игр и гуляний, как проводят в разных регионах. Ну а теперь давайте мы с вами поговорим о богине Лели. Цикл и весь период, который начинается с весеннего равноденствия, ну то есть с 20 марта, и длится до первого полнолуния после него. Это, я подчеркиваю, период богини Лели идет, а сам праздник в ее честь празднуют 25 апреля. Итак, богиня Леля. Это вечно молодая и вечно прекрасная небесная богиня. Леля является охранительницей извечной, взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая и нежная богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия. Богиня Леля – послушная дочь вышнего бога Сварога и небесной богородицы Лады-матушки. В древнейшие времена люди назвали одну из ближних лун Мидгард-Земли именем Лели, по названию этой богини. Одну из этих трех лун назвали Лелей. Почему я говорю одну из трех лун? Потому что по древним нашим поверьям вокруг Мидгард-Земли было три спутника, три луны. Сейчас осталась одна, она называется Месяц. Вот та луна, которую мы сейчас и называем, то наши предки называли ее Месяц. Другая была под названием Леля, и еще одна была под названием Фатта. Но в процессе битв между светлыми и темными силами, две луны были разрушены и прекратили свое существование. Но на данный момент мы знаем только одно, вот то, что нам является наша луна под названием Месяц. Собственно говоря, весь этот период Лели действительно характерен тем, что весь пронизан проверками, падениями и подъемами. Наши эмоции как будто раскачиваются на качелях из огня до в полымя, из негатива в экзальтацию положительных эмоций. Что интересно, в знахарстве русичей сохранился рецепт, напитка, который помогает восстановить внутреннюю чистоту и светлый дух. Этот рецепт можно даже назвать рецептом очищения всех радостных, светлых и созидательных энергий человека. Ну, другими словами, очищения энергетического тела человека. И, как говорили в древние времена, они нас колдовством, а мы их естеством. И, конечно, мне сегодня в этом разговоре с вами хочется зачитать вам этот рецепт, чтобы вы, по желанию, можете, конечно, прослушать программу неоднократно и нажать на стоп, и записать его в правильной последовательности, и как он делается. Так вот, я вам сейчас расскажу вот этот рецепт, при помощи которого вот в период богини Лели каждый из вас может очистить свое энергетическое тело. Я расскажу, какие травы входят в состав этого рецепта. Итак, кора ивы – 100 грамм, мать и мачеха – 100 грамм, душица – 100 грамм, березовый лист – 100 грамм, крапивный лист – 100 грамм, лопух, ну, имеется в виду корень лопуха – 100 грамм, эхиноцея – 50 грамм или зверобой – 50 грамм, солодка – 50 грамм, спарыш – 50 грамм, малиновый лист – 50 грамм и 50 грамм кислицы. Траву-кислицу очень сложно собирать, поэтому, чтобы набрать 50 грамм, нужно немало потрудиться, так как трава маленькая и тоненькая, а при высыхании вообще становится и вовсе невесомой. Если ее не соберете, то полученный травяной отвар просто заедайте ломтиком лимона. Теперь о приготовлении напитка. Все вышеперечисленные ингредиенты в сушеном виде перемалываются до однородной массы, смешиваются и завариваются из расчета 1 чайная ложка на стакан крутого кипятка. После этого дают настояться кипяток примерно 20 минут и в закрытой посуде. Можно в термосе, а можно и подогревать его на водяной бане, не доводя до кипения. Дневная доза напитка – 3 стакана в день, желательно перед едой. После приема этого напитка у человека появляется легкое состояние чувственности. Кроме того, благодаря ему из организма выводятся все продукты эмоциональных токсинов. Этот рецепт употреблять можно как мужчинам, так и женщинам. Леля – еще и приворотная сила, которая набрасывает свои энергетические притягательные потоки на любые ситуации. Вот под что нужно, как правильно понимать слово «приворотить» – это значит повернуть в свою сторону ход тех или иных необходимых нам событий. Вот так вкратце я бы охарактеризовал период богини Лели. Но кроме периода богини Лели, как я говорил, есть еще праздник в ее честь, который отмечают 25 апреля. И среди многообразия, среди всего богатства праздников, которые мы отмечаем, которые остались нам в наследство от наших предков, только лишь два имеют вот такую направленность, когда в празднике участвуют только женщины и девушки, и в одном из праздников участвуют только мужчины. Чисто женский праздник, обряд – это праздник богини Лели, и буквально на следующий день за ним праздник, посвященный Ярили. Это чисто мужской обряд, мужской день, когда мужчины делают необходимые в этот день практики для зарода своей силы и для зарода будущего урожая. А вот несколько лет назад, буквально 4 года назад, по-моему, это было, ко мне обратились девушки, которые готовились к обряду Лели, к этому празднику, и сказали то, что на обряде у нас есть текст песни, мы должны петь песню, мы из года в год ее как бы поем, но у нас нет ни четкой мелодии, ни понимания, как это должно быть. И обратились ко мне с просьбой, чтобы я написал на этот текст песню. И само это событие не заставило себя долго ждать, буквально, может быть, в течение нескольких часов это все произошло, настолько быстро и для меня даже непонятно. Вот я сел за инструментом, и вот стали приходить такие мысли, мелодии, и все как-то легло. И эту песню мы записали, она есть в моем первом альбоме, который называется «Эпоха волка», а песня называется «Едеть весна». Ее поют девушки, хотя на моем канале в YouTube, который называется «Святозар Игорь Яцков», там есть и мужская версия этой песни, и видеоклип, снятый на эту песню. Так что, желающие, пожалуйста, заходите на мой канал в YouTube «Святозар Игорь Яцков», вы там можете посмотреть, послушать эту песню. А сейчас я хочу, чтобы вы все наши уважаемые радиослушатели, и, конечно, прежде всего все девушки услышали эту песню, как ее поют в нашем регионе девушки. И может она вам пригодится для приведения этого праздника, этого обряда. Песня называется «Едеть весна», поскольку сама весна приходит в этот момент, в этот период на землю, и девушки исполняют эту песню. «Святозар Игорь Яцков» Едеть весна, едеть на золотом коне, На золотом коне, в зеленом саяне, В зеленом саяне, едеть весна, едеть. Едеть весна, едеть на сахе седючий, На сахе седючий, сырую землю оручий, На сахе седючий, сырую землю оручий, Правой рукой сеющий, Едеть весна, едеть. Субтитры создавал DimaTorzok На цахе седючи, сырую землю оручи, правой рукой сеючи, едись весна, едись. На цахе седючи, сырую землю оручи, правой рукой сеючи, едись весна, едись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А девушки в этот же день приносят дары русалкам Дары состоят из следующего Это сережки, колечки, бусы, разноцветные ленты Ну, в общем, можно сказать, современным языком, ну, различную бижутерию И взамен просят обаятельную силу и красоту для себя В чём суть этого? Конечно, всего действия, это таинство, которое происходит в этот момент, я не могу рассказать Но если кого-то это заинтересует и кто-то захочет серьёзно практиковать вот такие события То есть такое понятие, как обучение, оно называется обрядодеяние Это семинары, где желающих обучают, как правильно проводить те или иные обряды Но если вкратце рассказать суть этого обряда, повсвящённого богине Лели То он заключается в следующем Что те женщины, которые находятся в семейном союзе, они замужем Они делают обряды для того, чтобы сохранить свою семью Сохранить достаток, благополучие, любовь в своей семье Сохранить и умножить свою обережную силу Поскольку мне кажется, что вот обережная сила Это самая мощная сила, которая есть у женщины Она по сути, по природе своей берегиня Она оберегает всё, что есть в доме Оберегает своих детей, оберегает своего супруга Где бы он ни находился, либо вблизи, на работе, в поле Либо в дальнем походе, либо в море Эта сила распространяется на любимого человека Есть такой обряд, когда женщина делает оберег для своего супруга Но это уже отдельный разговор Так вот, женщины, которые приходят на этот праздник Они усиливают все вот эти свои возможности обережные Для сохранения семьи А те девушки, которые ещё не замужем Или которые ещё не определились со своей дальнейшей супружеской жизнью Они проводят обряд на то, чтобы это само событие состоялось И чтобы будущий супруг к ней пришёл в том качестве, которым она видит И чтобы семейный союз был их счастливым, удачным И на долгие-долгие годы В этот же день девушки сами выбирают богиню Лелю и ладу Богородицу Сами решают В роли богини Лели будет выступать, как правило, всегда Самая юная, молодая, красивая девушка А в роли лады Богородицы – многодетная мать Они садятся рядом на скамеечку И между ними приносят дары богини Лели А все присутствующие девушки водят вокруг хоровод, поют песни В этот же день все участвующие в обряде Собирают цветы, травы И каждый себе плетёт венок Замужние девушки этот венок приносят домой А те, кто ещё не замужем, после обряда этот венок пускают по реке В надежде получить любимого человека в будущем году И вот удивительная вещь, что, в принципе, целый год до следующего праздника Лели Этот венок сохраняет свою какую-то природную красоту Он не рассыпается Он хранит в себе эту природную зелень Хотя проходит целый год, и он высыхает Но зелень и привлекательность практически не исчезают Вот такое магическое действие, видимо, в эти дни происходит в природе А также присутствующие при этом обряде бездетные женщины Они обращались к Леле с просьбой пособить им в зачатии ребёнка Вот так, вкратце, мы сегодня с вами хорошо поговорили Побеседовали на темы, которые вот в эти дни являются очень актуальными Я имею в виду весеннее равноденствие, масленицу и период и сам праздник богини Лели И мне, конечно, будет очень интересно узнать ваше мнение об этой программе Задавайте вопросы, оставляйте ваши комментарии С огромным удовольствием отвечу на них в следующем выпуске Итак, всем здравия, здравия чадам великим и младым Благодарю вас за внимание С вами был Светозар Игорь Яцков Быть добру! Штурмовать далёко море посылала нас страна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова